ну в общем здрасте уже из дома от меня привет мы тут спиваем чаи и решили сделать типа обзор мы пьем зеленый чай да зеленый чай кстати от подписчицы по моему дили тут зеленый чай скантат из какой-то фигни очень вкусный да сейчас мы были не так давно в диксе сделали закупку шоколадок сейчас мы вам покажем вот собираемся мы россии щедрой душа пить цедра апельсина вот такой вот шоколадку то нам сейчас как с вами говорим наверное откроем вот такую я хочу сыну взять россии щедрой душа тертый фундук это новинки и кстати говоря не было они сразу по 50 рублей дешевых а вот лёля еще купила вот это я кстати пробовала а я еще не не пробовала и и она по-моему по 34 по 35 тоже 35 рублей вообще дешево 35 рублей налетайте разбирайте такие цены уже сейчас нет и вот эта карамель арахис я кстати ее тоже пробовала ты пробовала я пробовала как-то купила и не заметила как с чаем ступила целую шоколадку да поели мы немножко самодельного лёлиного сала сала в камере нету зато есть хлебушек который я тоже сегодня купила в диксе и он был на 4 рубля дороже да еще печенье да еще и печенье сахер с коричкой я пошла магазин как-то не знаю зачем и купила кухню сахера с коричкой интереснее у кого-нибудь такие на канале видео в логовские влогового характера которых они пьют чай да вот у меня тут соль есть из магазина когда подарки не знаю чья но тут с лепестками розы ну смысле саван или не саван или фиг знает тут лепестки розы там с этим не было ничего написано да там ничего не было она не написана зато если открыть пакетик она очень вкусно пахнет да кстати очень так ароматно прям наверное если открыть час вот даже до нас дойдет и до камеры да вы конечно не понюхать если вы представите как пахнет роза то вы конечно вообще прям настоящий аромат такой наш как будто этот соль эти масла да там с этим масло розы лепестки розы якобы и сама вот эта соль 200 грамм до меня уже до сюда зашло да 80 рублей 200 грамм нормально а еще 146 вот этот голубой дель с кальцием мечтала его найти когда-то у меня ногти не росли а потом поросли и вот я их удобрял этим лаком маслом гелем фиг знает что это но у меня еще помню тогда была сестра эгоистка ко мне приходила она тоже восторгалась от этого голубого деля с кальцием это вот мои такие мелкие покупки я пока ничего не показываю да я пока чай пью наслаждаюсь чем мы начинаем на видео открывать шоколадку да это любители всех таких таких звуков до которых вот там мурашки я открыл почему открыл апельсин я открыла что мы хотели это лёля попросил сейчас покажем вам обзор шоколадки на кстати как я и думала на половину белого на половину коричневого теперь я узнаю как она выглядит а то я мало стремалась но на половину белого на половину коричневого когда видела заявлено апельсин темный шоколад белый шоколад стедра апельсина мы вам делаем обзор шоколада россия щедро душа вот там в белой фигни маленький желтый у нас кстати все четыре этой россии щедро душа не недорогие советую кстати попробовать они дорогие и по вкуснее чем альпин голд на мой вкус у меня тут такая то что они по качеству внутри такие маленькие желтые точки наверное это апельсиновая шкурка он кот идет прям да он кот идет у вас вообще ничего вылезать не будет не будет ничего вылезать так будет как мы едим на камеру да я даже оставлю как ты говоришь что ничего не надо вылезать ну давай заказ ставим тише иди к народу а тише он сейчас придет он сейчас я беру как кошачок еролин и тиша тише тиша все убежал кошачок и к вам а не кошачок ну слушай он тебя не боится ко мне приходила Ирка с ребенком а потом Ирка без ребенка и она еще меня второй раз видит ну вот он Ирку видел тоже пару раз один раз с ребенком и один раз без ребенка еще то Ирка он боится Ирка хотела с ним фоцкаться он шкаф залез сейчас только что а ну он туда лазает это у него гнездо долл вот шкаф уши сулюли если честно не получилось поснимать так на улице хотелось мне ну да кто дождик то снег да заснять видео не получилось особенно но у меня есть пара хороших кадров природы около Лёлиного дома у Лёли во дворе поэтому Лёля если переедет у неё это будет как история да надеюсь что я перееду хотя бы в этом году хотя бы в конце этого года я тоже кстати надеюсь у нас с тобой вдвоём зависло переезд надеюсь на взаимный переезд только мы не к друг другу но в другую квартиру да ну у нас уже 15 лет мы хоть и не мужья не жены но у нас 15 лет чтобы у всех так было и побольше нам ещё так вот один раз может и несколько раз по столько можно пожелать потому что 15 лет я думаю это много для дружбы большой так вот срок уже получается в следующий раз наверное Лёля поедет ко мне закупаться зимой я надеюсь да этот самый в какой-то там магазин наверное в фраше а у нас в ауре я тебе ещё говорила открыли органик шоп ну и фраше это уже так по умолчанию в фраше в любом случае вот бумажку мне это прислали я говорю кому нибудь хватит кто его скрабирует если она у него лысая возможно почему и нет не знаю мне лично этого хватит слушай руки ноги вот ну всё тело да например там я не знаю скрабировать раза два ну максимум три 75 миллилитров не хватит ну да у меня 200 миллилитров в скрабах хватает раз на 6 на 5 ну на 7 максимум да мне сегодня флакончика 100 миллилитров я половину случайно на себя вылила ну вот а там говорим о 75 миллилитров ну это вообще в общем-то тело это ни о чём ну вот хорошо что я не подарила Лёле плохо что ничего Лёле не подарила но хорошо что не подарила тебе этот как его кремик для рук у меня его что-то запас у меня открытый от саваны открытый твой фаберликовский ещё какой-то открытый да а открытый я в тот раз тебе что-то дарила помнишь вот я поэтому что-то сегодня без подарка потому что в тот раз ну с меня конечно как всегда ещё один подарочек задержался как я тебе говорила и это так так арифлеймовский и фаберликовский у меня двоих два открытых а ну вот пока ещё есть хватит и какой-то совсем дешёвый в сумке валяется уже почти год у меня кстати тоже кремов много у меня в сумке дома несколько один там на полке другой в ванне стоит я тоже их там у меня даже два ванни стоит этих фаберликовских два да я что-то как-то не так кушай я вареньку я пока нет не хочу ничего вареньку печеньки сейчас печеньки лопай печеньки сейчас буду есть я ем на камеру я ем наверное первый раз в жизни за пять лет как я веду на юстюбе канал причём ведь даже никто не просил на камеру поднимать как-то ешь не просил же а? ну ладно Лёля же часто на камеру ест давно не ела ног для тех кто не снимал никогда не еду на камеру надо ещё пошуршать пока ты говоришь не буду шуршать а то это наглость я не буду сегодня как винни пух они пришли и посидели ещё немного помнишь? да а потом ещё немного пока всё не закончилось я не настолько много ем мне кажется благо у меня дверь всё таки не круглая а квадратная точнее не круглая да и благо что я не столько много ем всё таки и всё таки благо у меня не на рак вахил всё равно я себе сейчас напоминаю винни пуха который тут хозяйничает уже вообще безбежно да ничего нормально открытую просто печенье человек приход в гости и достаёт в открытую как это называется? в наглость нормально это называется тут пошёл на микроволновку да шоколадку я тоже в нагло открыта печенье тоже чё ну наглый человек когда-то же надо побыть наглым нормальный человек ну ладно а тут сидят блин ничего не хотят силой затаскивай в них да я чувствую если кто-то из моих подписчиков это видео увидит будут в шоке тишечку иди сюда как всегда Лёль помнишь если кто-то видит видео твои короче вернее мои видео у тебя необычные в шоке от меня от моего поведения помаши людям лапкой эй куда выдираешься сейчас группа какая-то написала надо посмотреть в друзья ко мне просится группа по производству пуфиков который мне бесплатно достался пуфик? пусть они тебе ещё дадут пуфик тогда добавлю так-то чё я иногда торможу когда с кем-то общаешься в живую и потом вижу этого человека в контакте онлайн давайте потом ещё обзор сделаем мы тут немного ещё поговорим не для камеры да не для камеры потом мы вам ещё что-нибудь запишем и и и и и и